Рад представить вам Алиэкспресс Тулс. Портал позволяет проверять продавца на Алиэкспресс, искать жалобы на продавца по собственной базе жалоб. Уведомит вас о новостях и распродажах на Алиэкспресс, покажет вам фото и видео отзывы о товарах, которые вы хотите приобрести. Все самое лучшее для Алиэкспресс в одном расширении от alitrust.ru и для всех браузеров. Не будь обманутым нечестными китайцами, все ссылки на расширение в описании. Для многих людей мама это самый дорогой человек на земле, но существуют такие мамочки, от необычности которых бросает просто в ужас. Хотите о них узнать? Тогда добро пожаловать, это 10 самых удивительных мам. Самой молодой мамой в истории была Лина Медина, которая родила своего первого ребенка в возрасте 5 лет. О беременности стало известно, когда родители девочки привели ее в больницу из-за увеличившегося живота. Да, сначала врачи предположили, что у девочки опухоль, но выяснилось, что она беременная, находилась на седьмом месяце. Но роды прошли благополучно и на свет появился мальчик, которого назвали Херардо. В противовес самой молодой маме, Амкари Панвар является самой пожилой мамой в мире. 70-летняя жительница Индии родила двойню мальчика и девочку весом по 900 грамм, так как родились они намного раньше положенного срока. Но это не единственные дети Амкари, у нее также две взрослых дочери и пять внуков. Натали Денни Сулейман всегда была сторонницей искусственного оплодотворения, что даже повлияло на разрыв с первым мужем. Но знаменитой она стала не из-за этого. Однажды, решив еще раз забеременеть, к этому моменту, к слову, у Натали уже имелось шестеро детей, и девушка опять прибегла к помощи врачей. Но вместо обещанного ребенка, она получила сразу восьмерых за раз, сразу же став знаменитостью. Восемь детей появились на свет, и Натали стала матерью 14 детей в общем. Жена русского крестьянина Федора Васильева, имя которой история нам не оставила, известная как самая многодетная мать в мире. За 40 лет брака за Василием она беременела 27 раз и родила 69 детей. Что самое интересное, из них 16 пар близнецов, 7 тройняшек и 4 четверни. Томас Битси, пусть вас не обманывает имя, оказался в этом топе, потому что он родил ребенка. Но правда, на самом же деле не такая уж галовоокружительная. Томас родился девушкой, но в возрасте 23 лет решил сменить пол женского на мужской. Но он зачем-то оставил свои женские половые органы, которые позволили ему родить ребенка. Причем даже ни одного, а целых трех. Несмотря на то, что родил детей он, а не его жена, юридически Томас Битси остается мужчиной. Американка Мия Вашингтон родила близнецов. Казалось бы, вполне обычная вещь, но родила она их от разных отцов. Один ребенок от ее гражданского мужа, второй от любовника. Правда, выяснилось на ТСДНК. Несмотря на измену, муж женщины простил неверную жену. К слову, шанс родить близнецов от разных людей крайне мал. В мире зафиксировано всего несколько случаев. Что ж, случай с Мии Вашингтон один из них. Махаджабина Шейх примечательна тем, что она родила самого крошечного ребенка в мире. Вес ребенка при рождении составлял всего 243 грамма, а рост не больше 10 сантиметров. Хоть медики и предупреждали роженицу, что шанс выживания ребенка, появившегося на свет на 25-й неделе, крайне мал, девочка все же выжила. Александру Аврамовну называют Раменской Мадонной, так как она единственная в мире женщина, которая воспитала 48 детей-сирот. А началось все с 1939 года, когда женщина взяла себе на воспитание девятерых. В 1942 году она приняла еще 17 детей из блокадного Ленинграда. К концу войны она приняла в свою семью уже 35 детей. В 1947 году их было уже 38. За такой подвиг Александре было присвоено звание матери-героини. Женщина по имени Инесс находилась в своем доме в Мексике, когда у нее начались роды. До акушерки было 80 километров, а муж был в другой деревне. Инесс была только со своими детьми, которые ничем помочь по сути не могли. Схватки усиливались, но родить не получалось. Поняв, что что-то не так, она решила самостоятельно провести кесарево сечение. Выпив крепкого алкоголя 15-сантиметровым ножом, Инесс разрезала себе живот до ребер и через разрез длиной в 17 сантиметров вытащила своего ребенка. На это у нее ушло около часа. Через 16 часов после начала схваток она оказалась в больнице, где перенесла несколько операций, но с ней и с ее ребенком было все в порядке. Аборигенка из Южной Африки со сложным именем Кайс Цвата примечательна тем, что ее беременность была внематочной. Протекала она не в полости матки, как это предусмотрено природой, а в печени. Врачи предположили, что зародыш выпал из трубки матки и приклеился к стенке печени, питаясь во время беременности питательными веществами. Из нее же. Несмотря на такую необычную беременность, ребенок родился здоровым. Да, зачастую то, что предусмотрено природой, идет не по плану. Ставь лайк, если любишь свою маму. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok